Приветствую вас. Я думаю, что вы давно бы подали бы на развод, если бы хотели. То есть, если бы вы хотели подать на развод, вы бы давно на развод подали, я более чем в этом уверен. Поэтому история здесь заключается в том, что пока что вы пытаетесь манипулировать человеком, пытаетесь вызвать у него чувство вины. Вот, там, кстати, записки, вы просите, чтобы он записку, значит, прочитал, хотите, чтобы он это сделал. То есть, это вот такая история, да, что, ну, хочется, чтобы он, ну, не знаю, какие-то чувства, чтобы у него были. Слёзы, опять же, да. Вот. Всё это говорит о том, что вы недостаточно ситуацию сами для себя завершили. А значит, не совсем в таком случае понятно, что вы хотите. И хотите ли вы, ну, на самом деле, реально с ним расставаться. То есть, ну, хотите ли вы, на самом деле, с ним разводом. Понимаете? Какая штука. То есть, это, на самом деле, вот, на мой взгляд, не совсем ясно. И нужно всё-таки в первую очередь определить ваше отношение к нему. Ну, вот. А это, по-видимому, проще всего будет сделать именно на расстоянии. Когда вы не будете с ним вмешивать. Так, по крайней мере, мне видится данная ситуация. Так, по крайней мере, мне видится данная история. Так что, с разводом, я не думаю, что у вас есть какие-то проблемы. Вы захотите, вы можете спокойно понять на развод. То есть, я не думаю, правда, я не думаю, что у вас именно с этим проблема. Ну, вот. У нас проблема в том, что вот вы отношения не завершили до сих пор с человеком просто. И, соответственно, из-за этого вам так тяжело и трудно. То есть, для себя вы не решили, как вы к нему относитесь. Понимаете? То есть, я не прощу, не забуду. Не знаю почему, но я согласилась. Это говорит о том, что вы не осознаёте мотивы своих действий. Да, вот. Не понимаете, почему вы так поступаете и так далее. Вот. Вы говорите, что, значит, вот, что я ему оставил записку, да. Я послала смс, чтобы он, значит, её прочитал. После этого перестала отвечать на звонки. Ну, казалось бы, да. Казалось бы. Позиция. Ну, позиция. Ну, он вам названила, а вы принимаете звонок. То есть, ну, чтобы общаетесь с ним. И как после этого человек, как бы, ну, может относиться к вам серьёзно. Когда вы сказали, что, ну, что вот, значит, что вы сейчас живёте с ним, что вы согласились пожить вместе. Опять же, непонятно больше, почему вы всё время один на один с ребёнком. То есть, ну, по идее, это же хорошо, что вы, что вы согласились пожить. То есть, по идее, нужно, как бы, использовать это время для того, чтобы работать над отношениями. А этого почему-то не происходит. Вот. Ну, вот. Ну, вот. У меня такое ощущение, что, а-а-а, никто из нас не хочет, вот, слышать, слышать, э-э-э-другого. Никто из нас, вообще, не хочет услышать, э-э-э-другого. другого. Ну а это, это всегда негативно сказывается на отношениях, вот, на любых отношениях, кстати говоря. Вот, поэтому мне ситуация лично видится вот такой, что это ваши неуверенности, это какие-то страхи, неосознаваемые желания и поведение без какой-то такой, знаете, вот, четкой позиции, то есть именно четкость, именно четкость, четкость в вашей позиции вам, на мой взгляд, не хватает. Я, конечно, всех деталей не знаю, но на данный момент мне видится так. История и, соответственно, ваш вопрос, который вы задаете, как сделать так, чтобы он подал на развод, я не очень понимаю, почему вы хотите, чтобы он подал на развод. То есть вы переносите, как бы, ответственность на, за него, за свое решение. Вот. А почему? Вы сами боитесь ответственности или как? Или как? Или как? Да? Да? То есть вот это вот, конечно, на мой взгляд, нужно выяснять. Вот, в принципе, так, я думаю, можно ответить вам на ваши вопросы, точнее на ваш вопрос один. Надеюсь, что помог вам, если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку. Я буду рад вам помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если вы сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. Спасибо.